инверсионный стол инверсионные ботинки отвес и просто вис и у них у всех есть принципиальные отличия для себя использую разумеется отвес определимся сразу то есть вис отличаются от отвеса контактом ног то есть чтобы просто висеть вот максимальное вытяжение чтобы делать отвес отвес это только принцип а ноги при этом стоят при условии что я не должен их даже до конца расслаблять инверсионный стол это пологая доска вращающаяся но техническая реализация может быть разная в общем ноги выше головы и под углом идет утяжение под силой собственной тяжести инверсионные ботинки это вообще ну и даже не знаю как прокомментировать ботинки по типу лыжных с крюками то есть ногами я цепляюсь и полностью вертикально вниз головой происходит утяжение опять же под весом своего тела и те которые начинают только практиковать люди они не думают о том как отреагирует головной мозг люди думают о том что ну надо же растянуть против нас есть спазм за нас вроде бы как гравитация давайте значит пусть они нас борются на самом деле так делать категорически нельзя сам по себе спазм я уже объяснял реакция защитная причину нужно искать просто бороться защитной реакции это ну вот вот просто сами с собой левая или правая рука победит кто будет решать голова случае с позвоночником голова не все будет решать потому что если есть травма то она не дает телу управляться как бы ему хотелось собственно иначе вообще об этом не разговаривали так вот почему нельзя просто висеть то есть как я уже сказал почему нельзя вот так вот делать вроде бы в чем проблема ну поза вертикальная мышцы хотят напрягаются хотят расслабляются этот микрофон постоянно цепляется почему так делать нельзя потому что предположим что скована поясница боль скованность поясницы я говорю что есть смещение позвонка то есть он стоит не прямо либо разворот вокруг вертикальной оси либо горизонталь нарушена в общем он находится в крайнем положении относительно сустава то есть определенная свобода движения и он не в оптимальном в среднем а в крайнем имущественным спазмом это накрывается почему явно травма тело не может править самостоятельно зажимается реакция защитная вы бесконтрольно давая всю нагрузку всего тела но вот я вешу допустим последним меркам 95 когда-то весил меньше когда-то больше но все же это большая масса а реакция при этом защитная как должен реагировать головной мозг если у него есть требования но более более так как бы требования телу что-то делать рефлексы принимают решение сформировать спазм спазм держится вы начинаете бороться с рефлексами ну да вы можете физически себе перебороть но программная установка на спазм она все равно остается поэтому принудиловки вот такой вот весовой требуется много то есть каждый день по многу раз и самое главное на протяжении в общем-то всей жизни потому что проблем это не решаются и когда люди говорят что я ходил на массаж я там висел делал там иглы все остальное мне стало лучше это да вот контрольного . если знать куда проверять по указательным пальцем без всяких просто в точку аккуратненько нажимать что кричит от боли много действий есть суть которых вы просто снижаете плавно чувствительность и спазм остается начнешь критически проверять выявиться почему мы это говорим потому что время жизни конечно а тело важнейший инструмент и просто так на какие-то методики тратить но я не допустим не могу себе позволить вот а вы разумеется будете принимать решение самостоятельно так вот почему просто нельзя вот взять и повиснуть есть настройка в голове проблема проблему нужно решать а это борьба инверсионный стол казалось бы угол от там не знаю там 5 градусов голова ниже ног до 90 то есть любые регулировки мы с телом вроде бы не боремся мы как бы приглашаем его растянуться так говорят скажем так адепты но проблема то в чем опять же есть программная настройка есть боль как причина есть реакция спазма как защита встроена в нас от природы и мы опять не устраняя причину тянем но мы можем дозировать усилия это огромный плюс и в принципе я не против инверсионного стола просто нужно понимать как и для чего его применять если изгибы позвоночника будут поддержаны упражнение три валика да если изгибы будут поддержаны плюс вы задаете вытяжение то почему бы и нет я так делал это достаточно эффективно но опять же не устраняется причина хотя достаточно глубокий эффект инверсионные ботинки да и у инверсионного стола точно такая же проблема висеть вниз головой означает сливать кровь ну кровь жидкость все-таки весит достаточно много от силы тяжести она сливается и сливается к голове голова приучена чтобы к ней кровь нагнеталась а оттекала самотеком вент еремных всего 2 артерии 4 вент всего 2 и да они толстые но их всего 2 и вот здесь вот лестничным мышцами их можно зажать причем сильно зажать и у инверсионного стола и ботинок есть одна и та же проблема голова переполняется кровью тело быстро это связывает с процедурой один из механизмов поджатие подзатылочной области регулировка кровотока по заночным артериям в самой грубой форме это вообще неправильно но так делается телом в аварийных случаях спазмом просто ограничивается то есть мы боремся со спазмом и спазм вызываем других местах вся около позвоночной мускултуры рефлекторно связано в одном месте лечим в другой чем занимаемся провоцируем сосудистые проблемы и когда я делал инверсионный стол я регулировал то есть от 5 градусов там 10 15 20 я делал конечно налоги не покупал студенчество не суть можно натренировать сосуды да есть со стола толк но ботинки инверсионные сочетают в себе ну просто весь негатив который только можно то есть категорично вниз головой люди висят вот случись чего с сосудами мозга и все если рядом никого не да даже если есть то есть из плюсов именно от веса как принципа сосуды мозга одобряют никакой принудиловки борьбы с телом практически нет и это накопительный эффект то есть это обучение тело постепенно начинает понимать что соответственно становится лучше то есть конфликт изначальный между травмой позвонка болью в этом месте необходимостью зажиматься это все в голове и тем что мы делаем конфликт от постепенно стирается хотя на старте тело все воспринимают в штыки потому что рефлекторная защита просто сжать по технике самоупражнения как я уже сказал встаем под турник высота свободно можно использовать кольца обычно если мужчина выше допустим если пара заниматься женщине кольца на петлях или веревках подвешивать женщине пониже мужчина себе турник повыше кольца можно убрать если это в квартире допустим вот такая вот комбинация встаю под турник руки чуть шире плеч ну или на ширине плеч многие тоже на ширине плеч хотя это по ощущениям можно калибровать как вам удобно вертикально вниз ухожу расслабляю ноги руки были изначально уже расслаблены если руки по какой-то причине зажаты значит они тоже будут тянуться за один раз лучше делать несколько то есть я вот так вот зацепился 5-10 секунд повисел прошелся потому что стоять могут мышцы спазм снова уйти если это острая такая ситуация четыре шага буквально прошелся за зашел на повторный сделал то же самое 5-10 секунд и 5-10 раз вот так вот в цикле это один раз считается можно так не чистить можно вообще как бы повисеть на весь день забыть вернуться вечером все сильно зависит от позвоночника в каком он состоянии и если мы работаем то что я сказал если нет значит как вы себя чувствуете вот такая вот теория и практика для себя и для работы то есть когда мы правим позвоночник применяем только отвес все остальное если вы идете сами то конечно используйте потому что да есть сильные стороны в принудительном вытяжении иногда есть сильные стороны и инверсию я тоже применял говорю но если нужно мягко и надолго то элемент обучения нервной системы нельзя ничем заменить он есть только в отвесе собственно поэтому я им широко так и пользуюсь для себя ситуационно конечно решайте применяйте на то инструменты